друзья всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу обсудить с вами тему про наполнители потому что это очень частый вопрос который я получаю от рукодельниц в своих соц сетях какой же я использую наполнитель вот об этом мы сегодня с вами поговорим но прежде чем начать я хочу уточнить что же я имею ввиду под этим словом наполнитель этой прослойка между лоскутной частью то есть лоскутным топом и нашей изнаночной ткани ткани для оборотной стороны то есть для бэк он у нас находится между вот этими двумя слоями обычно он у нас не виден но именно он задает как раз таки объем и плотность нашему будущему изделию наполнители у нас делятся по составу на три вида они бывают синтетические натуральные и смесовые у меня вот здесь есть небольшие такие отрезы от моих предыдущих проектов я хочу более подробно вам рассказать про каждый вид наполнителя рассказать про его плюсы рассказать про минусы чтобы у вас не возникало вопросов и конечно мы разберемся на что нужно обращать внимание при выборе наполнителя для вашего будущего проекта давайте начнем начну я с синтетических наполнителей у меня здесь два образца слева это холофайбер справа это slimtex еще рукодельницы используют сибири но я его никогда не пробовала поэтому ничего сказать не могу он он также относится к синтетическим наполнителям по составу они состоят из стопроцентного полиэфирного волокна из плюсов можно отметить что такие наполнители легкие в уходе не впитывают влагу я заметила то что например если постирать slimtex да то из машинки я его практически сухим достаю он не впитывает влагу такие наполнители также дешевле чем натуральные они легкие но при этом теплые сохраняют свой объем но здесь нужно именно правильно ухаживать за ним если сравнить вот эти два образца да то холофайбер они по плотности одинаковые у всех плотность идет 100 грамм на квадратный ну вот у холофайбера холофайбер он идет более воздушный такой а slimtex он плотненький то есть если посмотреть да его на его толщину он примерно по толщине 3-4 миллиметра холофайбер тут практически сантиметр они оба достаточно легкие на своих изделиях я до практически всегда использую slimtex потому что с ним очень хорошо работать он имеет такой слой который сцепляет лоскутные изделия ну то есть лоскутный топ уйдет имеет сцепку у холофайбера и синтепоны я такое к сожалению не заметила нужно потрудиться чтобы потрудиться их скрепить достаточно часто чтобы у вас каждый слой не с не съезжал из минусов такие наполнители они требуют должного ухода их нельзя гладить например холофайбер синтепоны сиберию их ни в коем случае нельзя гладить потому что они потеряют свою воздушность и не восстановят slimtex гладить можно но гладить тоже нужно через ткань если вы сейчас если вы вот в таком виде slimtex решите прогладить то вы сможете сжечь утюг и сможем можете повредить вот эту вот поверхность у slimtex а также синтепон и холофайбер имеют свойство вылазить через какое-то в какое-то время волокна их начинают выползать через ткань это не очень приятно потому что такие волокна потом будет сложно убрать что ты пытаешься их убрать а он еще раз достается поэтому в этом плане я конечно не холофайбер не синтепон тем более не использую в основном используем slimtex теперь давайте мы поговорим о натуральных наполнителях они бывают хлопковые бамбуковые конопляные шерстяные из льняной целлюлозы из вискозы то есть у них полностью натуральный состав такие наполнители легкие экологичные бамбуковые вообще имеет свойства антибактериальное но он конечно скользит чем скользит у него наполнитель то есть поверхность у бамбукового наполнителя конечно скользит по сравнению с хлопчатобумажными вот у меня например вот этот хлопчатобумажный наполнитель он это не скользит с ним комфортно работать также они помимо того что они экологичные они держат тепло несмотря на то что они тонкие наполнители не электризуются а из минусов конечно я могу выделить это то что они во первых дают усадку достаточно большую 5 при 5-7 процентов то есть когда вы если вы вдруг выбираете наполнители из натуральных составов то учитывайте что они дают усадку они дорогие дороже чем синтетические наполнители либо смесовые наполнители и еще один из плюсов то что такие наполнители конечно можно гладить по сравнению с тем что у синтетических бывает такая проблема и еще из минусов я хочу выделить что они тоже вылазят они могут вылазить через лоскутный топ их волокна поэтому тоже учитывайте вот здесь вот они по толщине например вот это хлопок он достаточно тонкий но теплый ну а теперь давайте поговорим по поводу смесовых наполнителей они состоят из натурального и полиэфирного волокна в разном соотношении то есть они могут быть и хлопок плюс полиэфирное волокно 6 плюс полиэфирное волокно но просто в разных соотношениях из плюсов к они такими же свойствами обладают как и натуральные то есть имеет легкость экологичность хорошо держит тепло не электризуются и не дают усадку что очень даже хорошо по цене они дешевле чем натуральные но чуть дороже чем синтетические волокна о синтетические наполнители обычно я такие наполнить такой наполнитель у меня это альпа люкс я использую для детских одеял либо для одеял если вдруг закажешь заказчик хочет достаточно пышное одеяло и с натуральным составом поэтому я в данном случае использую именно альпа люкс альпа люкс по составу имеет микроволокно и шерсть мериноса мне с таким наполнителем очень комфортно работать он воздушный не дает усадку но с ним тоже его тоже гладить нельзя его нужно гладить таким же образом как и синтетический наполнитель подведем итоги перед тем как выбирать наполнитель вам стоит определиться какое лоскутное изделие вы хотите видеть в конечном итоге либо пышная либо тонкая какой по составу хотите наполнитель использовать натуральный смесовой либо и синтетический также оценивайте свой бюджет если хотите чтобы он был дороже то выбирайте натуральный наполнитель если хотите дешевле из чтоб получилось расход то берите конечно либо смесовые либо синтетические по моему опыту когда у меня заказчики заказывают одеяло то я обязательно спрашиваю какое лоскутное изделие он хочет видеть по плотности какое оно должно быть с каким составом это я все обязательно спрашиваю например если заказчик хочет тонкая тонкая одеяло дата я конечно использую всегда slim tex и по составу синтетическое то конечно да я использую всегда slim slim tex если он хочет пышное одеяло то я использую альпа люкс то в своих изделиях я использую альпа люкс если он хочет натуральное и пышное то и в таком случае я тоже использую альпа люкс если он хочет только из натуральных составов то есть понт с натуральным составом то я конечно использую либо бамбуковое либо хлопковое наполнение вот такие вот такой вот у нас видео получилось если у вас остались какие то вопросы обязательно пишите в комментарии я на них отвечу также ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я буду очень рада этому и ждите новое полезное видео